Запомнили же это? Запомнили. Говорит Ламма Тахсис Бешара, а что касается конкретизации шариатскими контекстами, то есть когда шариатские контексты конкретизируются чем? Такими же шариатскими контекстами. Ясно? Говорит, Фаинн Аль-Китабу Сунна, кто говорит в этом случае, Кур'ан и Сунна, Юхасас, или Юхасис, Юхасас здесь будет, Кул'на Минхума Бимислихима. Каждый из этих двоих делается Тахсис, Каждый из этих двоих. То есть как понять? Кур'ан конкретизируется Сунной, и Сунна конкретизируется Кур'аном. Дальше. И также Кур'ан конкретизируется единогласным мнением и аналогией. И Сунна конкретизируется единогласным мнением и аналогией. Сколько всего вместе получилось Сур, то есть ситуации? Кур'ан Сунна и Сунна Кур'аном? Две. Так? Что? Кур'ан Иджмаам, Кур'ан Кияса. Сунна Иджмаам, Сунна Кияса. Шесть. Так. Куран Кураном, Сунна Сунны. Куран Кураном, Сунна Сунны. Всего получилось восемь. Всего получилось восемь. Понятно ли? Говорит, вот теперь Шейх приведет нам примеры на все эти восемь видов. Миталь Тахсиз Аль-Китаб Бель-Китаб. Вот тебе пример, когда книга конкретизируется книгой. Кауле Утаала, где Всевышний говорит, Воль мутал лакату я тарабдас на бианхуси инна салата токуру. Разведенные женщины должны ждать до замужества нового триминсуральных периода. То есть не могут выйти замуж, кроме как через триминсуральных периода. Здесь Воль мутал лакату алифлям. Так или нет? Алифлям перед словом мутал лакат. Мутал лакат здесь что? Исмуль мафруль. И когда алифлям заходит на Исмуль мафруль, указывает на общность. То есть этот аят общий. Какая бы женщина ни была разведена, она должна ждать сколько? Триминсуральных периода. Хусса Би Каули Таала. Этот аят конкретизируется другим аятом, где Всевышний говорит, Если вы женились на верующих женщинах, а затем развели их, прежде чем совершить с ними полуакт, то есть вы не зашли к ним, то они перед вами не обязаны ожидать никаких, что никакой идды они ждать не должны. То есть если ты женился на женщине и развел ее до того, как зашел к ней, все, она не должна ничего ждать. Она может выйти замуж прямо завтра или прямо сегодня за нового человека. Понятно? Здесь нету идды. То есть смотри, можно ли сказать, что этот аят конкретизирует первый аят? Можно? Этот аят является конкретизирующим из общего контекста. Там сказано, все разведенные должны ждать три периода. Этот говорит, не, не все. Вот такая ситуация. Вот что? Они могут не ждать. Или про беременных. Тоже Всевышний что говорит? Или правильное мнение в шариате какое? То, что если человек развел беременную женщину, то она что? Таев, давай, не развел здесь. Что будет, если человек умер от беременной женщины? Нехороший пример. Так, здесь она что? Немуталлапа. То есть она неразведенная. Оставшаяся после умершего мужа. Ладно, давай здесь остановимся пока на этом примере, чтобы не загружаться. Таев, а почему нельзя сказать то, что этот аят, Насих, аннулирует первый аят? Почему мы говорим, это Хас конкретизирует, Тахсы сделает, а не Мансух, а не Насих, не аннулирует. Запишите разницу между Тахсы и Между Насх. Разница между Тахсы и Между Насх какая? То, что Насх, аннулирование, Раф Аль-Хокам Куллиги, поднимает полностью весь, все постановление и заменяет его другим постановлением. Понятно ли, нет? Полностью вообще аннулирует этот аят и приводит новый аят. А? Раф Аль-Хокам Куллиги, поднимает все постановление сразу. А Тахсы с Рафа Ба Аль-Хокам, поднимание части постановления. Так или нет? Поднимание части постановления. То есть, в данном случае, можно ли сказать, что второй аят полностью аннулировал первый аят? Нет, он просто что? Конкретизировал его, так или нет? То есть, некоторые виды вывел из этого общего контекста. А так вообще, этот первый аят о том, что женщины должны после развода ожидать три менструальных периода, остается в силе, так или нет? То есть, остальные все примеры, которые к нам придут, кроме этого второго случая, они все действуют, они все остаются в силе. Записали? Значит, Это был первый пример. Когда Кур'ан конкретизируется чем? Кур'аном. Теперь второй пример. Когда Кур'ан конкретизируется чем? Сунной. Как, например, аяты о чем? О наследстве. Как Всевышний сказал, Всевышний оставляет вам завещание относительно ваших детей. Мужчина должен получать две доли женщин. Или мальчик должен получать две доли девочек. Понятно или нет? Этот аят ясен? Мы говорили, этот аят какой? Общий. Почему? Слово аулят пришло во множественном числе с домиром кум. Так или нет? То есть, это указывает на что? На общность. Говорит, То есть, этот аят конкретизируется словами пророка. То есть, мусульманин не берет наследство от неверующего и неверующий не берет наследство от мусульманина. Хадис в Бухарии мусульма, что приходит. То есть, мутафакун алей. Из этого хадиса, ты что понимаешь? Ага, оказывается, этот аят не несет абсолютную обществу. Он конкретизируется. То есть, не все твои дети, которые у тебя есть, каждый мальчик должен получить две доли девочкой. Понятно или нет? Почему? Потому что сначала надо посмотреть, все ли они мусульмане или нет. Если кто-то из детей не мусульманин, он вообще не входит в этот аят. Он вообще что ставится в угол, как говорится, так остальные наследства делятся среди остальных. Он роль не играет. Ясно или нет? И этот хадис, видишь, конкретизировал общность этого аята. Понимаете? Жидаю, о чем речь идет. Понимаете? Дальше поехали. Говорит Вот теперь тебе пример того, как Кур'ан конкретизируется единогласным мнением. Сначала пример привел на как Кур'ан конкретизируется Кур'аном, потом как Кур'ан конкретизируется Сумной. Теперь приводит как Кур'ан конкретизируется единогласным мнением. где Всевышний говорит Если кто-то обвинил Мухсанат, кто такие Мухсанат у себя? Подпишите То есть целомудренные женщины, свободные Кто такая целомудренная? Афифа та, которая что? Не совершает зина И даже не задумывается про зина Это кто? Афифа И Ахрар, то есть она свободная женщина Значит Всевышний говорит Если кто-то обвинит Свободную, целомудренную женщину Ярмуна То есть кинет в нее что-то Имеется ввиду Кинет в нее обвинение То, что она сделала зина А затем не приведет После этого обвинения четырех свидетелей Четырех свидетелей То что? То вот это вот обвиняющего Побейте восьмидесятью плетями За то, что он обвиняет без права Говорит Хусса Биличма Этот аят был конкретизирован Ненагласным мнением То, что Если женщину целомудренную, свободную Обвинил в прелюбодеянии Ратых, то есть кто? Раб Аль-Хазиф Кто-то Аль-Хазиф Который Хазф сделал Хазф это и есть обвинение В прелюбодеянии Ратых Аль-Хазиф То есть Ратых это кто? Раб Аль-Хазиф Обвинивший Аль-Хазиф Обвинивший женщину в прелюбодеянии Южлет Арбайин То, что он должен Побиваться только Сорока плетями Понял или нет? То есть смотри Аят что говорит? Если кто-то обвинит женщину в прелюбодеянии Потом не сможет привести Четырех свидетелей Побейте его восемьдесят раз Восьмидесятью плетями Шейх им. Уасаймин говорит Есть единогласное мнение Что если обвинил раб Несвободный человек Обвинил женщину А раб ее обвинил То он побивается сорок плетей То есть рабам Наказание в два раза меньше Чем свободным Понятно или нет? В два раза меньше Чем свободным Говорит Такой пример приводит Большое количество ученых Усули-ль-Фих Но в этом примере Что? Этот пример сомнительный Не совсем правильный Потому что на самом деле В этом вопросе Нет единогласного мнения А есть что? Разногласия И я, говорит Не нашел ни одного Салим То есть что? Примера Которому нельзя было бы придраться Когда иджма Конкретизирует Куран Я, говорит Ни одного такого Не смог примерно найти Чтобы единогласное мнение Конкретизировало Куран Ясно? Почему, брат? Потому что Иджма Строится Либо на хадисе Либо на Куране Поэтому нет смысла Говорить Иджма Конкретизирует Куран Нужно посмотреть На что он строится Если он строится на хадисе Тогда говорим Сумна Конкретизирует Куран Если он строится на аяте Тогда говорим Куран Конкретизирует Куран Понятно или нет? Но, брат, бывают иногда случаи, когда Иджма есть, но нет довода, на что он строится. Есть такие ситуации. То есть Всевышний довел до нас Иджма, но те контексты, на которым он строился, не дошли до нас. Но мы говорим, Иджма это действительно, и он строился на контекстах, и эти контексты были, либо хадис, либо аят, но просто до нас не дошли. Просто до нас не дошли. Такое может быть. То есть Всевышний обещал сохранить свою религию. В данном случае он довел до нас Иджма, единогласное мнение. А Иджма это довод, худжи, и он достаточный довод. То есть не обязательно тебе в этом случае смотреть на довод, на хадис или на что, на аят, на котором строится это единогласное мнение. Ясно? Значит, смотри, единогласное мнение вообще не конкретизирует Хур'ан, потому что оно строится либо на хадисе, либо на аяте. Но иногда люди говорят, что Иджма конкретизирует Хур'ан, потому что не находит ни хадиса этого, ни аята, на котором это единогласное мнение строится. Ясно? Поэтому говорят, единогласное мнение конкретизировал Хур'ан. Хотя на самом деле, если поглубже бы покопаться, то конкретизирует его не это единогласное мнение, а тот хадис или аят, на котором это единогласное мнение строится. Поэтому очень тяжело найти единогласное мнение, которое бы конкретизировал Хур'ан. И четвертый теперь пример, когда Кур'ан конкретизируется чем? Аналогией, Киясом. Павлю Тааля, слова Всевышнего, где он говорит, то есть женщину-прелюбодейку и мужчину-прелюбодея, каждого из них побейте сотни плетей. Дайте им сто плетей каждому за что? За прелюбодеяне. Как понять? Мы же сказали, что за прелюбодеяне закидываются камнями. А здесь говорит, в победе сто, встать плетями. Имеется ввиду, если они, эти прелюбодеи, что не были женатыми, не были женатыми шариатским, действительным, каким-никаком. Понятно или нет? Или были женаты, но не вошли, то есть что? Не совершили полувак, то есть не зашли к кому? Своей жене, допустим, человек не зашел, развел до того, как зашел. Это тоже, что потом он сделал зина, например, этого тоже не закидывают камнями. Таеб. Значит, откуда здесь берется общность? Слово аззани и что? Ваззани, так или нет? То есть здесь алифлям, какая маусуля? Алифлям маусуля, то есть аль-лязи, как бы, аль-лязи, как бы, аль-лязи, зана, мин риджали он ниса, фаджли духом, как бы, так получается. Который сделал зина из мужчин и женщин, то дайте ему сто плетей. Говорит хусса бин-кияс, или бин-кияс аль-абд аззани аль-лял-ама. Этот, что? Этот аят был конкретизирован аналогией, которая была проведена между рабом-прелюбодеем и рабыней-прелюбодейкой. То, что на рабыню-прелюбодейку дается только половина наказания. И такую же аналогию провели на раба. Сейчас это объясню подробнее, что понятно стоит. Говорит, и итог, то что и раба, и рабыню нужно побить только 50 плетями. По более известному мнению. Имеется ввиду, где? Мазаби ханбалитов. Давай, сейчас разъясним этот пример. Всевышний Аллах в Коране говорит, Если рабыни станут женами кого-то, Если после этого они совершат фахиша, то накажите их половиной того наказания, которым наказываются свободные женщины. Это аят из Суры Ниса, 25 аят. То есть в этом аяте Всевышний Аллах что говорит? Что женщина-рабыня, если совершила прелюбодеяние, то наказание ей в два раза меньше, чем женщине свободной, которая бы совершила прелюбодеяние. Женщине свободной сколько? 100 плетей. Значит, рабыни сколько получается? 50 плетей. Что касается раба, то про него никакой контекст не пришел. Мужчина-раб. Про женщину сказано, ей в два раза меньше, чем свободной. А про раба ничего не сказано. Вот здесь ученые взяли, провели аналогию между рабом и рабыней. Сказали, рабу тоже только 50. Понятно ли? Мужчина-раб, если совершил дина, тоже ему только 50 плетей. Какой довод? Говорит аналогия на рабыню. Аналогия на рабыню. Потому что это раб и это раб. И этот не свободный, и этот не свободный. И этим самым сказали, что этот хаяц, эта аналогия, конкретизирует вот этот аят. То, что мужчина и женщина ей совершили прелюбодеяние, а мужчина и женщина здесь общие. Какая бы мужчина, какая бы женщина. Понятно ли? Совершили дина, то дайте им 100 плетей. Отсюда сказали, исключается рабыня женщина другим аятом. Хуран делает такси, с чего? Хурана. То есть аятом из Сур-Ниса 25. И тоже конкретизируется раб. А он чем конкретизируется? Аналогии на эту рабыню. Это поэтому здесь Шея Хаббин Саимин привел это как аналогию, которая конкретизирует Куран. Так или нет? И на самом деле, что этот пример, тоже в нем есть разногласия. Некоторые говорят, что аналогии между рабом и рабыней не проводятся. Между рабом и рабыней не проводятся. То есть это вопрос, вообще вопрос разногласия. Просто более известное мнение Мазаби Ханбалита, то что раб делается ему аналогия на рабыню. Дальше говорит. Теперь переходим на Сунну. Пример того, как Сунна конкретизируется Кураном. То, что пророк сказал, мне было приказано сражаться с людьми. Не сказано, мне было приказано сражаться с людьми. Одно дело убивать, второе дело сражаться. Так или нет? Говорит. Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют два свидетельства ислама. Аль-Хадис. Хадис приходится где? Приходит у Бухарии муслима. Хуссаби Каулихи Та'аля. Этот хадис был конкретизирован словом Всевышнего Аллаха. Сражайтесь с теми, которые не веруют в Аллахи в последний день. И не считают запретным то, что запретил Аллаху и не считают запретным то, что запретил Аллаху и не исповедуют истинную религию. Из тех, которые обладают книгой. То есть сражайтесь с кем? С христианами, с иудеями. Но смотри. Хатта. Сражайтесь с ними до тех пор. Юра толь джизья аньядин. Огум сахирун. Пока они не будут выплачивать вам выкуп джизью своими руками, будучи униженными. Будучи униженными. То есть разница есть между хадисом и аятом. Хадис говорит. Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют два свидетельства. А Всевышний говорит. Нет. Пока они не выплатят вам джизью. То есть, поэтому ученые что сказали? Когда войско мусульман приходит в какую-то территорию неверующих, оно призывает их к исламу. Если те не согласны, сразу не начинают сражаться. Но если бы этот хадис был один, мы бы сразу начали сражаться. Так или нет? Но еще пришел аят. Дальше мусульмане говорят. Ладно, тогда если не хотите ислам принимать, давайте джизью нам платите. Выкуп. Говорят, не, и выкуп вам не будем платить. И выкуп не будете платить. Тогда что? Тогда мы на вас нападаем. Понятно или нет? То есть, этим самым этот аят конкретизировал этот хадис. Этот хадис более общий. Так или нет? Более общий. Любой, кто не принял ислам, сразу с ним сражайтесь. А этот аят конкретизировал. Не, не, подожди. Не каждый, кто не принял ислам. Если кто не принял ислам, даст джизью, то с ним не сражайтесь. А вот если и джизью не даст, тогда сражайтесь. Понятно? Значит, что? А? Ахлюлькитап. Ахлюлькитап нам. Это касается обладателей книги. Что касается мушриков, многобожников, арабов и неарабов, то среди них есть разногласия. С мушриков берется джизия или сразу с ними сражение идет. В этом вопросе разногласия есть в фехе. Так? И ученые сказали, вот эта частица хатта указывает на что? На гая. То есть на цель. Пока они не дадут вам джизия. Поэтому некоторые ученые у Сулельфи сказали то, что то слово, которое указывает на конечную цель, тоже является чем? Мухассис. Тоже является конкретизирующей вещью. Как шар, как сифа, как и стихна. Так же лавзата дульну алал гая. Некоторые сказали тоже минал мухассисат аль мутфасила. Понятно же? Видишь, этот аят сам еще конкретизируется здесь. То есть эта частица конкретизирует сам еще аят. То есть Всевышний сам впереди говорит, сражайтесь с теми, с теми, с теми, кто не верует, то и так далее. Потом сам же говорит, пока они что, не сделают так. То есть конкретизируют, до какой степени нужно с ними что сражаться. И еще один пример просто послушаем, записывать не обязательно. Когда что заключили мусульмане мирный договор при Худайбии? Какой договор заключили? Мучерики сказали, любой, кто примет ислам из нашей среды, то есть был мучерик, принял ислам, и к вам поедет в Бедину, вы обязаны его вернуть. Любой муслим обязан обратно к нам его вернуть. Пророк сказал, что сделал, подписался под этим договором. Это контекст общий. Любой муслим, который примет ислам, что делает, должен вернуться. Но есть аят из Курана, который конкретизирует сунну. Мы же сейчас этот пример рассматриваем. Когда Куран конкретизирует сунну, Всевышний шеф сказал, Относительно верующих женщин. Говорит, если к вам придут верующие женщины, то есть откуда измекте. Этот аят уже после Худайбии был неспособен. То вы испытываете их. Если вы увидите, что они верующие, то не возвращайтесь к кому, не возвращайте их к кафрам. То есть они не входят в этот договор. Понятно ли? То есть Всевышний, что конкретизировал тот общий договор, который был заключен сунной. Значит, этот аят конкретизировал сунну. Это просто как дополнительный пример, так или нет, для расширения, как говорится, кругозора. Дальше. Вамихан тахсыз ас-сунна бессунна. Вот теперь тебе пример, как сунна конкретизирует сунну. Каулиу, саллиллаху ассаляма, это слова пророка, когда он сказал, Фима сахатис сама аль-ушар. То, что полито дождем или выросло от дождя, должны из него выплатить десятую часть. Как, например, что? Допустим, пшеница, например. Так, пшеница растет чем? То есть ее специально не поливают, там огромные поля, никто не ходит, не поливает. Ждут дождя. Поэтому, что говорят? В этом году был засушливый год, урожай пшеницы не удался, говорят. Так или нет? Потому что ее не поливают, нереально ее ходить поливают. Значит, от дождя. Сколько надо выплатить? Десятую часть. Хуссаби хаулии, саллиллаху ассаляма. Этот хадис конкретизировался другим хадисом. То есть, сунна конкретизирует что? Сунну. Первый хадис у кого? У Бухари приходит. А конкретизируется, говорит, вторым хадисом. Пророк Савеласам что сказал? Лей софима дуна хамсати аусухин садаха. Если у вас вырос урожай меньше, чем хамс, меньше, чем пять уасхав, тогда закат из него не выплачивается. Тот общий. Что бы у вас не выросло от дождя, сколько бы не выросло, платите что? Платите десятую часть. Этот хадис конкретизирует. Не что бы выросло, так? Если что-то выросло, но меньше, чем пять уасхав, тогда что? Не платите с него закат. Запишите у себя, для того, чтобы знать, о чем мы вообще разговариваем. Так или нет? Уасх это что? Шестьдесят са. Уасх. Один уасх это вообще мера веса. Уасх это шестьдесят са. То есть са это тоже мера веса. Меньше, чем уасх в шестьдесят раз. Са это что такое? Два с половиной, то есть два пятьсот или два шестьсот килограмма. Са это два килограмма пятьсот или два килограмма шестьсот. Примерно. Столько весит са. Значит, один уасх сколько получится? То есть два с половиной надо умножить на сколько? На шестьдесят. То есть либо сто пятьдесят, между сто пятьдесят и сто пятьдесят шесть. 150-156 килограмм Это один ваз А пророк сказал Сколько сказал вазков должно быть? 5 Значит один ваз умножаем на 5 150 или 156 умножаем на 5 Значит если у тебя урожай будет меньше чем 750-780 килограмм Тогда ты не должен выплачивать его закат Ясно или нет? Если больше всего должен выплачивать Сколько? Десятую часть Если полито дождем Если сам поливал Тогда пятую часть Точнее нет, наоборот То что сам поливал Какую часть? Двадцатую часть получается Понял? Для чего шейх привел этот пример? Сунна конкретизирует что? Сунна Говорит Я не нашел никакого примера Когда сунна конкретизируется единогласным мнением Шейх Ибн Усаймин привел пример Как Сунна конкретизируется единогласным мнением Потом что сказал? Этот пример неправильный Я с ним не согласен Теперь про сунну говорит что? На сунну вообще не нашел примеров Чтобы сунна конкретизировал с чем? Единогласным мнением Так у себя здесь Подпишите что? Два примера на это Которые некоторые из ученых Уссуле-ль-Фих указывают Хадис Абу Саида Аль-Худри Который в Булюг-Аль-Марам Абу Саида Аль-Худри Второй хадис Булюг-Аль-Марам Который приводят Троя И Имам Ахмад Поясни вода чистая Не превращает ее в наджис Ничто Не превращает ее в наджис Ничто Это что? Общий контекст Вообще ничего не превращает воду в наджис Даже если ты в ведро воды Так? Или что? Нам В бочку Где есть ведро воды Налил еще 10 ведер наджис Исходя из этого хадиса Что? Вода остается чистой Так или не превращается в наджис Говорим что Этот хадис Конкретизирован единогласным мнением Этот хадис Конкретизирован Иджмаам То есть сунна Конкретизируется чем? Единогласным мнением Что если Наджиса Попавшая в воду Изменила одно из свойств воды Тогда вода становится наджис Если наджиса Попавшая В воду И изменила одно из свойств воды То есть Свет, запах или вкус Тогда что? Вода становится наджисом Вода называется наджис Понятно или нет? То есть Это единогласное мнение Конкретизирует этот хадис И еще один хадис Запишите для примера Так? Второй пример Хадис у имама муслима От Абу Хатады Хадис у имама муслима От Абу Хатады Где Абу Хатада Со слов пророка Салава Салям Передает То есть Упущение сделал тот Который не совершил намаз Пока не зайдет время следующего намаза То есть Упущение в намазах Это что? Если человек не совершил намаз Пока не зашло время другого намаза Оттянул Зухар так Что уже Асар зашел Зухар еще не прочитал Оттянул Асар так Что уже Макрив зашел А Асар А Асар еще не прочитал Понятно или нет? Это что называется? Тафрит Упущение Сказал Хафиз у им. Хаджар Хадхул Бари Второй том 62 страница Так Тава Дар Райян Второй том 62 страница Сказал Общность хадиса Абу Хатады Конкретизируется единогласным мнением Относительно утреннего намаза То есть Утренний намаз Не длится его время До Зухар намаза То есть Он не длится до следующего намаза Все намазы Время их длится До захода Времени следующего намаза Зухар До Асара До Магрив До Иша И так далее Так или нет? Кроме кого? Кроме Утреннего намаза Кроме утреннего намаза Его время длится До выхода солнца Не длится до Зухара То же самое Относительно Иша Есть разногласия Его время длится До Чего? До Фаджра Или не длится Этот вопрос мы разбирали Так Блюг Аль-Мухин То есть Для чего мы это привели? Чтобы указать То, что этот хадис Конкретизируется чем? Единогласным мнением Вот у вас теперь В книжках Два примера на это записано Так или нет? Два примера записано И последнее Это Пример того Как конкретизируется Сунна Аналогии То, что пророк Сказал Если То есть Девственник Совершит Зина с Девственницей То каждого из них Нужно побить Сотни плетей И Тагриб То есть Что сделать? Депортировать Так депортировать С этой территории В которой они живут Этот хадис Приходит Умама Муслима Ахмада И У Ибн Маджи Так Ибн Маджи Хадис Достоверный Так У муслима Не приходит То, что их Надо депортировать Это как У Ибн Маджи Приходит То, что их Надо депортировать Так Говорит Хуссаби-Кияз Аль-Аб Аля-Ама Тоже этот хадис Конкретизировался Аналогией Раба На рабыню Фитасниф Аль-Азаб То, что Рабу тоже полагается Только Половина наказания Свободных И то, что Побивать его На только 50 плетями Аля-Аль-Ашфур Опять По более известному мнению Ханбалинском асхабе И в этом вопросе Тоже Хилят-Кабир Так Большое разногласие Потому, что Говорят В этом случае Тяжело сделать Что Наказанием В два раза меньше То есть Побивание плетьми Понятно 100 на 2 делишь 50 А депортация Как ты его делишь Поделишь на 50% Понял или нет И так далее То есть И даже Относительно Рабыни еще Не то, что там раба Относительно рабыни Есть разногласие Ей в данном случае В два раза меньше Или не в два раза меньше Понятно или нет Не говоря уже о раба Которого проводят Как аналогию На рабыню Которая сама Еще непонятно Сколько ей надо Наказывать ее Поэтому Это пример Тоже Что В нем есть Сомнения Ладно На этом Ахамдуллилла Сегодня успели Завершить Что Главу О Конкретизирующих Контекстах И со следующего урока Начнем Контексты Ограниченные И неограниченные Субханакаллаху Ахамдуллилла